23 сентября в спортивном комплексе «Бустан» официально открыли футбольный сезон. Помимо того, что это первая серьезная игра после перерыва, зрители привлекло то, что сражались два института за Суберкубок КФУ. Команды Института международных отношений и Института экономики и управления финансов пришли в зал задолго до начала матча. Игроки разогревались под любимую музыку и возгласы болельщиков. Я играю за сборную нашего института, Института социально-философских наук и массовой коммуникации. Я очень люблю этот вид спорта и очень часто хожу на матчи. Я надеюсь, что ребята покажут там классную игру и зададут классный ритм для начала футбольного сезона. На самом деле у меня огромное ожидание от этой игры. Я пришла сюда для того, чтобы посмотреть на красивую игру, а нежели для того, чтобы болеть за кого-то конкретного. В этом году у нас очень классный состав, очень много новых, очень много заряженных спортсменов. На самом деле я огромный фанат футбола и, в принципе, любых других видов спорта. ИУЭФ, и ИМО, два принципиальных соперника, которые немало встречались на соревнованиях, создавали самые яркие и захватывающие игры, устраивали полный эмоциональный бум. Напомним, что финальную встречу сборных на Кубке КФУ прошлого сезона забрал эконом и снова оставил международников без золота главного турнира по мини-футболу. Однако, что было раньше, остается в прошлом. Сегодняшний матч за Суперкубок открывает вообще не только футбольный сезон в Казанском федеральном университете, но и вообще весь спортивный сезон. Вот сегодня встречаются Институт международных отношений и экономисты. Хорошие составы у той и другой команды. Я думаю, получится очень интересный матч. Ну и, наконец, переходим к самому интересному, к результатам сегодняшнего матча. Институт международных отношений оправился после прошлой неудачи, восстановил свои силы и разгромил Институт экономики и управления финансов со счетом 4-1. Победа была чистая, без явно грубых нарушений, однако под конец матча нервы начали сдавать у игроков обеих команд. Карина Саяхова, Александр Кузнецов, Универньюс.